Ну что ж, в этот раз я продолжу тему взаимопересечения звукозаписи и философии. Попробую рассказать несколько слов на тему феноменологии звука. Сегодня, особенно в звукорежиссерской среде, очень часто бытует мнение, что звук, вообще сфера звука, это тема, о которой могут говорить исключительно специалисты, люди, которые обладают опытом в области звукозаписи, имеют доступ к большому количеству профессионального оборудования. И, соответственно, если вы хотите что-то узнать о звуке, нужно говорить именно со специалистами. Что для меня странного в этой точке зрения? Дело в том, что в отличие от многих других областей, где действительно, кроме специалистов, никто не встречается с теми или иными явлениями, и имеет смысл говорить с теми, кто постоянно погружен в работу, не знаю, скажем, альпинизм или какие-то области, мимо которых, условно говоря, можно прожить жизнь и ни разу не подняться в горы, то звук – это не то явление, мимо которого можно пройти. Это то, что касается любого человека, имеет отношение к каждому из нас, и не слышащие люди, возможно, воспринимая звук как проблему, в каком-то смысле приближаются к восприятию звука ближе, во крайней мере, если иметь в виду ту тему, которую я сегодня попытаюсь осветить, чем, условно говоря, все знайки, которые считают, что они уже разобрались со звуком. Потому что вот это восприятие звука как проблемы, может быть, даже неразрешимой проблемы, открывает возможность иного взгляда, который недоступен взгляду из технического пространства, так скажем. Феноменология – это направление философии, которое исследует феномены. Феномен в переводе с древнегреческого означает «явление» или «то, что является». И вот это восприятие звука как, прежде всего, того, что является сознанием, а не как физических колебаний. Открывает еще одну возможность разговора о звуке. Обычно, традиционно, направление феноменологии ассоциируется с работами основоположника этого учения немецкого философа Эдмунда Гуссерля, который в конце 19-го, начале 20-го века в ряде своих работ осветил, соответственно, основные черты и основные установки этого учения. Сейчас в рамках такого короткого рассказа нет никакой возможности погружаться в достаточно сложные и насыщенные специальными терминами работы Гуссерля, тем более говорить о его предшественниках-последователях. Но, тем не менее, есть одно понятие, мимо которого, мне кажется, пройти будет неправильным. Это то, что Гуссерль называл феноменологической редукцией. Если переведить на более простой язык, это способ заключать в скобки наше знание. Что Гуссер предлагает заключить в скобки, рассматривая какие-то явления? В нашем случае таким явлением является звук. Он предлагает заключить в скобки все научные знания, предлагает заключить в скобки все религиозные знания, естественно, идеологию и, как ни странно, даже психологию, и попробовать воспринять явление, не обращая внимания на все, что мы до этого знали об этом явлении, и не интересуясь этим. Таким образом, мы получаем возможность фиксировать какие-то наши впечатления от того или иного явления, в данном случае от звука, не обращая внимания на стереотипы. Как ни странно, эта тема до сих пор не очень проработана, и то, как мы воспринимаем звук, например, разницу между нашим восприятием звука в темноте и при свете, звук, окруженный каким-то другим контекстом или изъятый из него, здесь совсем простые примеры, например, аккомпанемент гитары внутри симфонического оркестра или аккомпанемент гитары с вокалистом. Мы совершенно иначе воспримем одну и ту же партию, совершенно иначе воспримем все нюансы. Таких примеров может быть очень много, и погружаясь в эту область восприятия, можно сделать очень неожиданные выводы. Наверное, наиболее фундаментальным исследованием подобных вопросов является работа французского феноменолога Мариса Мерло-Понти. Называется она «Феноменология восприятия», об особенностях восприятия человеком разных явлений. К сожалению, Мерло-Понти мало пишет о звуках, но многие вещи могут быть, скажем, перепроецированы на эту область. Действительно, эту тему можно изучать бесконечно. В то же время, если продвинуться чуть дальше и попытаться заключить в скобки даже наше субъективное восприятие, можно попытаться дойти до какого-то этапа, когда появятся знания, от которых мы отказаться не сможем. Потому что именно эти знания являются тем, что определяет, если не все, то большинство наших разговоров на тему звука. Что же такое вот эти априорные доопытные знания о звуке? Наверное, первое, что стоит заметить, это то, особенность любого звука, вернее, восприятие звука нашим сознанием. Звук есть нечто длящееся, то, что для нас всегда связано со временем. И то, что проблематично схватить, вырвать из него какую-то одну фазу, это на самом деле не под силу даже техники, потому что когда мы изымаем, изымаем, например, монтажер берет какой-то краткий сегмент, условно говоря, вот мы можем увеличить масштаб, простейший, да, взять какой-то маленький сегмент, он все равно будет оставаться тем, что длится, условно говоря. И если в кино кадр, пусть с рядом оговорок, можно назвать, так скажем, картинкой застывшего движения или тем, что напоминает нам о движении, то в звуке такие изображения, как синус на экране или спектральное отображение, на самом деле не более условный, чем, скажем, картины Кандинского, где он рисует звук. Звук, у которого отняли время, это что-то парадоксальное. И вот эта особенность восприятия звука, когда мы воспринимаем, скажем, мелодию или фразу через прошлое, то есть нам нужно держать в голове, держать в памяти прозвучавшие ноты и как-то их ассоциировать с той нотой, которая звучит в настоящую секунду, и таким образом для нас выстраивается мелодия. И что самое интересное, даже одна нота продолжает оставаться вот таким длящимся явлением, и даже, что самое необычное, паузы могут звучать, и музыкантам прекрасно известно, как ферматы паузы звучат. Вместе с тем, при вот этой связи звука со временем, нельзя сказать, что звук – это нечто изолированное от пространства. Мы знаем, что некоторые звуки можно слышать из определенной точки, из определенного угла. Это, прежде всего, звуки с резкой атакой, удары, щелчки и так далее. В то же время другие звуки кажутся нам обволакивающими. Шум моря гораздо сложнее локализовать. И, может быть, вот это пребывание звука на границе пространства и времени как раз и делает проблематичным наделение звука какими-то смыслами, какими-то готовыми значениями. То, о чем я немного говорил в прошлый раз. И когда мы вслушиваемся в ту или иную музыку, в тот или иной звук, мы всегда имеем возможность прикоснуться к звучащему в его абстрактности. И когда в кино, например, музыка часто вырождается в набор каких-то клише, всем известных темы смерти, темы погони, темы любви, все что угодно, даже вот эти, казалось бы, избитые темы, можно, закрыв глаза, к примеру, оторваться от изображения и провалиться куда-то, где к этой музыке подойдет совершенно другое изображение. Потому что на самом деле музыка не имеет ясного смысла, не имеет ясного значения. И если в прошлый раз, когда я говорил о семиотике, я говорил о том, что музыка постоянно может быть знаком, еще одним свойством звука и музыки является то, что значение этого знака может постоянно меняться. И мы находимся не на уровне бессмыслица, это очень важно, а на уровне, когда нет еще разделения на сенс и нонсенс. Феноменология работает именно вот с этими этапами явлений. когда нет фиксированных значений. Если попытаться все это рассказать, чем это может быть полезно в бытовой работе звукорежиссера, потому что очень многие ищут исключительно пользу в каких-то сразу возможностях применить те или иные знания на практике, феноменология, в отличие от других областей знания, позволяет прийти к довольно неутешительным выводам, как раз в этом смысле посмотреть на звук, как на ту область, на звукозапись, как на ту область, где мы постоянно должны быть готовы к провалу. Постоянно должны быть понимать, что что-то может не получиться, что этап, на котором... настает этап, на котором авторитет прежнего нашего опыта оказывается бессмысленным. В общем, это не обязательно должен быть какой-то экспериментальный проект или запись, состав какой-то, с которым никогда раньше не сталкивались. Это может быть совершенно обычной ситуацией. Таким образом, кроме традиционного нашего представления о том, что звукозапись есть такая цепочка накапливания опыта, есть обратная сторона, когда опыт может, если не помешать, то просто оказаться совершенно непомогающим. И именно мы все знаем, как в звуке, в сведении или в записи звука какова может быть роль случайности. Случайно включенный ревербератор, случайно записанный микрофон, у музыкантов это случайно сыгранная нота, слеспетая, которая впоследствии оказывается важнейшими. Ну, собственно, импровизация на этом и построена, чтобы выбирать между, условно говоря, случайностями. И поэтому человек, который представляет звукозапись исключительно как сферу знаний специалистов, а себя как привилегированного и чуть ли не единственного обладателя этих знаний, может вызвать не только уважение, но и порой может вызвать улыбку. Именно потому, что очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда от знания нужно отказываться, и знание оказывается лишним. В то же время во время работы звукорежиссер не всегда может осмыслить все эти вещи, просто потому, что работа звукорежиссерская связана всегда с техникой, и мы как бы изначально уже погружены в технический взгляд, который смотрит на звук как на функцию, на то, что нужно обработать, и так далее. И крайние примеры такого взгляда это люди, которые смотрят исключительно на индикаторы, и порой уже визуальные отображения на приборах оказываются для них важнее, чем то, что звучит. Я помню достаточно давно в студии под Мюнхеном немецкий звукорежиссер Юрген Копперс, сейчас уже покойный, на мой вопрос, это была мастеринг студия, мы сейчас тоже находимся в мастеринговой студии, здесь есть вот прибор спектроанализатор, всем знакомый, на мой вопрос, почему у Копперса отсутствовал в студии спектроанализатор, он дал очень смешной ответ, он сказал music often looks nice, but it sounds like shit, то есть в переводе музыка на приборе может выглядеть красиво, но дерьмово звучит, и условно говоря, очень часто до сих пор, как ни странно, существуют какие-то мифы о том, как должен выглядеть на спектроанализаторе файл звучащий, фонограмма, что там, условно говоря, должна быть подняты низкие высокие частоты, или наоборот, пологий холм должен образовываться, на самом деле может быть фонограмма, где будет по картинке мало высоких, условно говоря, и совсем нет низа. Но специфика музыки является такой, что совершенно необязательно картинка должна быть логичной. в то же время все, что я сейчас рассказываю, вовсе не означает, что этап опыта, этап знакомства с техникой и изучения техники можно запросто перешагнуть, и тот, кто будет доверяться случайностям, вот он как раз и станет гением звукорежиссура и создат шедевр. Нет, я, конечно, говорю совершенно не об этом, тем более, что вот в этом умении следить, условно говоря, как складывается звуковая картина, причем именно не складывать ее, а следить за тем, как она складывается, это намеренно именно так это формулирую, важно не просто доверять случайностям, но и уметь отсеивать очень большую часть этих случайностей, и, собственно, в этом тоже заключается опыт звукорежиссера. И все, что я хочу сказать, это не то, что к деталям и опыту нужно относиться с пренебрежением, а то, что не нужно думать, что все проблемы звука ограничены ими. И резюмируя то, что я рассказывал в прошлый раз, вот эти три взгляда, которых на самом деле может быть значительно больше, но в рамках вот этого нашего введения сейчас их, допустим, три, это технический взгляд на звук, который воспринимает звук как функцию, семиотический, который воспринимает звук как знаковые системы, взаимодействующие друг с другом, и феноменологический взгляд, который позволяет увидеть звук на том этапе, когда он еще не обрел ясного значения. Все эти три взгляда позволяют нам совершенно по-разному воспринимать звук. Мне кажется, очень важно иметь возможность совмещать такие взгляды и каким-то образом применять их к своей работе. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова